791 хадиса Наби Саид Аль-Худри Абус Саид Аль-Худри рассказывал о том, что одна женщина пришла к Пророку Саусам и сказала Я, Расуль Аллаху, посланник Аллаха, заучи Сафан ибн Муаттль Ядрибу не из-за салляйт О, посланник Аллаху, мой муж Сафан ибн Муаттль бьет меня, когда я начинаю намазь читать Уйюфаттыру не из-за сум И портит мне уразу, если я начинаю уразу держать И не совершает утреннюю молитву, пока солнце не выйдет И передача хадиса Абус Саид Аль-Худри говорит о том, что Сафан в это время находился в Маджесе Пророк Саусам И спросил его о том, что она сказала И в этом указании, если кто-то кого-то в чем-то обвиняет, не торопись, Барак Абус Саид Аль-Худри Обязательно спроси В наше время это с такой легкостью Особенно самое страшное Барак Ауфикум То, что делают некоторые люди Берут и обвиняют требующие знания и так далее В тех вещах, которыми требующие знания вообще не причастны Барак Ауфикум, близко не причастны И люди верят Вот тут сказано, что Он спросил, правда ли это Она читает две суры, я запретил ей, то есть имеется ввиду, не ограничивается там фатихой и одной сурой А читает еще одну суру какую-то, но затягивает свою молитву Если, говорит, одна сура бы он читал, этого достаточно для людей То есть чтение одной суры достаточно для людей Братья шайтан, смотрите, вот очень много, особенно нужно обратить внимание на это сестра Мы же говорили с вами, что шайтан работает, братья, в разных областях Например, если человек активный в Ауарак Ауфикум То он берет так, что он его склоняет туда, что тот начинает переходить границ, как те молодые парни Помните, кто говорил, в Аллахе, я всю ночь буду молиться В Аллахе, я каждый день буду поститься В Аллахе, я сказал, я не буду жениться и так далее А если он ленивый, то наоборот, его побуждают к тому, чтобы он халатность проявлял И оставлял то, что для него является обязательным И вот, Субхан, один из подходов шайтана, это подход к женщине, братья Шайтан приходит к женщине и начинает приукрашать ей поклонение Чтобы она забыла о правах своего мужа Забыла о правах своего мужа То есть, что и забыла о том, что права ее мужа выше И подчинением лучше, чем выполнение желательных видов поклонений Это, братья, от шайтана, это от шайтана, Субхан Ну, правда, это в старые времена было Шайтан так приукрашивался В наше время и поклонения у женщин нет, и подчинения у женщин нет, и для монрафа Ему Аллах, кроме тех, на с кем смилостился, всевышний Аллах спонталь Это в наше время хавариджей же хавариджей Сидит, хариджейт, выступает А? А есть такая? Ваши пирожки, ваши деньги спасут Аллахи, братья, если эта женщина, простите меня за примет, трусы будет мужа стирать, это лучше для нее, нежели она будет хиямуляль То есть, всю ночь будет трусы и носки стирать, это лучше для нее, нежели барак луфикум киямуляль Если мужу нужны эти стиранные вещи Они барак луфикум, как мы сказали, это в старые времена, как и хавариджи в наше время Вы знаете, вот хавариджи выступают же всякие, там, фатва дают же вот это, можно пой шахида на себя деть И когда я им говорю, что это вы хавариджи, как это хавариджи, это мы не хавариджи, почему? А пророк сказал, что сахабам, один из вас будет считать свои молитвы никченной, сравниваясь с молитвами хавариджи Ты что хочешь сказать, что я лучше, чем сподвижники молюсь? Я вообще нормально не молюсь, поэтому это не про меня То есть, это в старые времена хавариджи, что? Всю ночь молились, каждый день постились и так далее И при этом такфир людям делали, так же не так? В наше время просто такфир людям не постятся, нет Дальше он сказал, что касается слов, то, что он портит не у разу, когда я ее держу Она берет и начинает поститься Я, говорит, молодой мужчина, не могу проявлять терпение Тогда пророк сказал, что не дозволено женщине поститься без разрешения мужа У нас многие сестры, братья, не понимают, что из этих хадисов, как говорят ученые Если муж жене скажет, налей мне чай, и она не наливает, она грех берет Это подчинение, братья, вараку, вофигом То есть, самый простой, просто вот скажет, налей мне чай, налей мне стакан воды Выходит из дома, говорит, например, вытри мою обувь Например, и так далее То есть, когда прикажут что-то, она грех берет, братья Она проявляет неподчинение мужа, понимаете? В наше время даже эта близкая женщина не приходит, как и мужчинам вопрос подчинения Правитель же мы всегда говорим Правитель же, что от приказа ты же обязан выполнением, а не выполнение, шревато, чем грехом И вот пророк сказал, что нельзя и уразу удержать поклонение, кроме как с дозволением мужа То что сказать о каких-то других приказах И вот она, Баракалуфикум, он сказал И мы с вами тоже разбирали, помните историю Джурайджа? Очень интересная история, если кто не слушал, ссылка будет под видео И говорили там об этой теме подробно Но там вопрос был, кого связан, с матерью Точно так же, если, допустим, например, мама, ты молишься, допустим, и тебя позвали И ученые говорят, сюда же заходит муж То есть, если женщина молится ночью, и муж, допустим, проснулся утром, ночью Жены нету, и кричит ее там, например, не знаю, как ее там звать Марья Фадима, я не знаю там, и так далее, там подобное И она будет говорить, муж или намаз, муж или намаз Как дюраить А? Как дюраить И, конечно, муж Сразу же Баракалуф перерывает намаз и ныряет туда И ныряет, говорю, бежит Идет к своему мужу Чтобы не взять грех Посмеешь, но это так И Аллах спонтально братья ее и за намаз ее вознаградит, и за подчинение мужу вознаградит Баракалуфи Потому что Баракалуфику, мы знаем, что у нас есть правило гласит о том, что если человек совершает какое-то поклонение, что-то ему помешало, ему записывается поклонение, помните? Право к словам вышел военный поход с подвижниками, которые поистине в Медине остались люди, какую бы долину, какое бы, говорит, ущелье не зашли, им записывается такая же награда, как и вам Ну, почему, говорит, хаба са хумуэль удержало, что? Оправдание, то есть у них было оправдание И тут у тебя тоже оправдание, это что подчинение мужу брать И тебя, Баракалуфикум, это подчинение должно радовать не меньше, чем твои молитви Вот тебе же радует ставать на молитву, дуа, делать и так далее, и там подобное Тебе же радует держать уразу и так далее, и там подобное Знаешь, что Барак Луфикум подчинение мужу тебя должно радовать точно так же, потому что это одно из врат, одно из врат в рай твои, один из врат, ворот, через который ты зайдешь в рай. Ведь Пророк Салаллаху Алейхио Саляма, когда говорил про женщину, что если она выполняет, то есть, столпа ислама и подчиняется своему мужу, ей скажут, входи в любые врата, которые ты захочешь. То есть, это вспомните Абу Бакра, он говорит, есть ли кто-нибудь, кто зайдет через любые врата? И там столько дел будет перечислено и так далее. А женщине все, что нужно, это что? Быть единобожницей, совершать молитву, держать у разу, бараку. Если есть деньги, давай закат, если муж повезет в хач, поехать в хач, или отец, и все. И все, что и остается, это что? Подчиняться своему мужу. И тут надо не забывать, да, это нелегко, сестра. Почему? Потому что Пророк Салаллаху сказал, хуфа тельдженна ту бель макари, рай спрятан за неприятными вещами. То есть, постоянно быть в подчинении мужу, это далеко не легкий вопрос, далеко не простой вопрос брать. Это требует усердия от женщины. То есть, когда мужу надо улыбаться, а тебе вообще не хочется улыбаться, а ты улыбаешься. Когда он тебя о чем-то просит, приказывает, ты это выполняешь. Как Пророк Салалл сказал, лучшая ваша женщина, та, на которую муж смотрит, и он ее радует. Наша женщина многих мужчин, только и расстраивает жена, смотрит на нее, только и расстраивает жена, на салла. Все это грех, а потом сестры говорят, не пойму, почему я заболела, почему меня то отказало, все отказало и так далее. Вроде бы не ворую, вроде бы не убиваю, вроде бы рыба не делаю, сплетни не делаю, а ты мужу своим подчиняешься? Как уж шейхмурбер спросила на сестра, ягод, до замужества, говорит, и уразу желать, он держал, и ночную молитву, говорит, выставил и так далее. А как вышла замуж, все это у меня пропало. И она думает, что виноват ее муж, нет, виновата она сама, потому что, когда она вышла замуж, у нее появилась новая обязанность, новый фарт для нее, а это по чтению мужа. И она халатно к нему отнеслась, это как человек, у которого она прожил 10-20 лет, и не было у нее денег, закат, платите, не было денег, хачить. И он выполнял другие виды поклонений, и все нормально, все нормально, деньги появились, есть возможность, хачь ехать, и надо закатывать. И он не платит, закатывает. И выполняет те же поклонения, которые выполняют, но чувствует, что иман его упал. Почему? Так, брат, у тебя как деньги появились, на тебя возложена новая обязанность, а это что? Подчиняться, выплачивать, закатывать давать, хачь, поэтому если ты не делаешь, то ты грех большой берешь. Вот так же и сестра. То есть, когда выходит замуж, то есть, были вещи, которые на ней не были, то есть, которые не было обязательно, но она делала определенный, допустим, вид поклонений. Выходит замуж, делает эти же поклонения, но чувствует, что иман падает, и падает, и падает, и падает, и падает. Причина всему этому что? Отсутствие подчинения мужа, отсутствие радости мужа и так далее, и так подобное. Почему? Потому что это общество сейчас говорит, если не напрямую, то косвенно воспитывает женщину равной. Равенство, 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 равенство. Разно раз. Женщина требует, вот ты мне это сделай, и я тебе это буду делать. Ты мне это сделай. Такого нет, брат, ты у своего сестра. В судный день будет спрос на саллаху аляфу аляфу аляфу. Он сам за себя будет спрошен. То есть, Аллах его самого спросит за свои поступки. А ты будешь спрошен за свои поступки. Поэтому будьте осторожны, не подвергайте себя мучительным наказанию на саллаху аляфу аляфу аляфу. Дальше пророк сказал, сказал, что касается слов, я не совершаю утреннюю молитву, пока не выйдет солнце. Я из такой семьи, которая не может проснуться, пока не выйдет солнце. Если ты просыпаешься, то совершай молитву. И это в хадисе указание, что если человек болен какой-то болезнью, например, ставит буднение, берет себе причины, не может проснуться от своей болезни, то нет на нем греха, если он в хадисе проснется, когда совершит молитву. В этом хадисе, братья, тоже интересное указание, говорят ученые, что часто бывает так, что женщина сама виновата, но при этом считает, что она права, а муж виноват. И еще жалуется на него. Так же? Видите, как в хадисе, братья? То есть она виновата, но была убеждена, что муж виноват, и еще пришла жаловаться на него. А в конце оказалось, что оказывается виновата во всем, кто? Она. И это, братья, очень частое положение женщины. Очень часто может попасть в это положение женщина. Сама виновата, но думает, что муж виноват, и еще жалуется на него. Например, приходит дочка, маме своей жалуется на мужа, сама на 100% виновата. Если бы мама фа-кига была бы сознанием, она бы просто-напросто дочке обосновала и сказала бы дочке, что сама виновата, сама не права, и так далее, и тому подобное. Продолжение следует...